Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Владимир Добров и Ческом.ру. Всем большой привет. День тайбрейков, безусловно, принес сегодня колоссальное количество интересных событий, и мы с вами пройдемся по этим событиям. Итак, начинаем. Крайне напряженным оказался матч между московскими гроссмистерами Борисом Савченко и Никитой Афанасьевым. Два очень сильных Блицора, большие таланты, каждый по-своему, и здесь предугадать победителя в этой паре было очень сложно. Итак, Борис и Никита сделали две нищи в основное время. Никита поддавливал Бориса, Борис спасался. Но, так или иначе, перешло все на тайбрейк, и сегодня в первой партии, по большому счету, и решился исход этого матча. Борис играл белыми, разыграл дебют рейти, впоследствии который перешел в симметричный вариант защиты Грюнфельда с G3. И впоследствии вот некоторые уступки от Никиты последовали, что позволило Борису захватить достаточно серьезный позиционный перевес. В дальнейшем игра, в общем-то, шла под диктовку белых, и, конечно, черные должны были подумать о более солидной расстановке. Так или иначе, были моменты у черных для того, чтобы позицию уравнять. И вот мы сейчас посмотрим, подойдем к критическому моменту, когда Борис давил, и Никита как раз-таки хорошо защищался. В какой-то момент, последовал ход F3, укрепили белую пешку на E4, Никита держал оборону, старался, и после хода FB3 сделал еще один ход B5. С одной стороны прославив пешку C6, с другой стороны не отнимая поле C4 для дальнейших действий белых. И, соответственно, заблокировал пешку на черном поле B4. И главный вопрос заключался в том, смогут ли белые привести в движение пешки F и E, потому как в перспективе у них было два слона, и они, безусловно, имели виды на слабые возможные объекты черных. Итак, в какой-то момент Борис рванул, этот момент оказался моментом истины, Никита не нашел достаточно конкретного удара, конкретного возражения, а он был коньбит E4, был ход за черных. Таким образом, выясняется, что после, скажем, разменов, конь на D7 не прикосновенен из-за коньбит C3, а в случае взятия на E4 провисает во всех вариантах слон. Слон F3, конечно, можно продолжить этот вариант, но здесь можно поговорить о вторжении ладей или возврате ладей на E7. Черные таким образом эту партию, скорее всего, спасали. Но вместо этого последовал пассивный ход конь B6, что позволило белым намертво захватить инициативу, и вот эта позиция уже оказалась для черных тяжелой. Пытался здесь Никита защищаться, однако все было уже тщетно. Белая ладья зашла на восьмой ряд, и впоследствии очень здорово Борис здесь технично провел партию, приковав все фигуры черных в последнем ряду. Ну и, в общем-то, партия вскоре завершилась. Ну а вторая партия была, наоборот, проведена под диктовку Никиты, и он был близок к тому, чтобы забить мяч. Пустые ворота, очень много упущенных возможностей в этом матче у него было. И Борис на волоске был, как говорят в таких случаях, от гибели. Тем не менее, сумел, сумел, опять-таки, вырваться из лап очень опытного и сильного перспективного шахматиста. Не успел Борис здесь закончить развитие, здесь белые схватили пешку c5, объект очень неприятный, и хорошо вели партию. Ладья пошла на c1, и вот в этой замечательной позиции, после хода коня a4, Никита находит ход слон d6, блестящий ход, отвлекающий. Брать, конечно же, нельзя из-за вилки, но Борис реагирует b5, и вот здесь был момент истины для того, чтобы найти потрясающе красивый ход слон bc5. Неожиданная тактика, поверьте, такое нечасто видишь, безусловно, непросто, когда ты отыгрываешься, находить подобные комбинации, но в чем же она заключалась? О том, что после взятий белые делают спокойный ход ладья c1, и слон не может покинуть это поле в связи с тем, что белый слон мгновенно вторгается на поле c6, образуя страшнейшую угрозу. Ну, а любой другой ход просто невозможен. В случае защиты слона ферзем, белые съедают на b5, съедают на c5, ну и просто как малину всю поедают. В общем-то, здесь такой был момент для взятия ворот, но и так было все неплохо, немножко академичный, конечно, вел партию Никита, и вот вроде бы и ферзя правильно завел, однако в нужный момент что-то он здесь замешкался, и перевес стал не таким большим. Однако опять потом все перевернулось, и опять у него появились хорошие шансы на улучшение своего положения турнирного, и вот в какой-то момент здорово он разыграл все, и в нужный момент пошел g4. Хороший момент стратегический, одновременно с напором было сыграно, мы видим, что вот пешка на c5 как была объектом, так и осталась. Ну и, в общем-то, Борис здесь пошел на уступки, однако вот Эншпиль оказался тяжелейшим, тяжелейшим, в итоге белые здесь имели все шансы для того, чтобы просто забить копьячика пустые ворота. Посмотрите, какой Эншпиль не смог реализовать Никита. Казалось бы, что здесь может быть сложного, однако выяснилось, что были все-таки осложнения. И вот в этой позиции зачем-то взял на d4 королеву вместо элементарного взятия на a5, ну что, в общем-то, легко побеждало. И позволил организовать контр-игру черным, впоследствии еще был сделан ход h5. Ну и вот здесь вот Борис уже здорово зацепился, две на одно, и, в общем-то, здесь без проблем успел сделать ничью. Ну вот такая вот история этого противостояния, но мы идем дальше. Теперь мы с вами рассмотрим короткий пример, где наш другой шахматист Вадим Звягинцев противостоял английскому шахматисту Харри Рави. Харри Рави сам по себе из Индии, однако, в первую очередь, удивил он тем, что в основное время сыграл 1-1. И Вадим, конечно, плохо смотрелся в этих партиях, тем не менее, удалось Вадиму отыграться и перевести матч на тайбрейк. Но на тайбрейке опять произошла какая-то совершенно непонятная для Вадима ситуация. Он просто сорвался и, в общем-то, к сожалению, проиграл, в общем-то, такую, в общем-то, партию. Ну, эти известные схемы, которые встречались в расстановках Карлсона, разыгрывал Вадим. Ну и в итоге стратегически как-то здесь белые оказались более удачными. Мы видим прекрасный конь, который блокирует слабость, и у белых простейшая игра за ходом. А с учетом защищенной проходной позиция черных, конечно, крайне подозрительна. Ну и, в общем-то, здесь не особых не было борьбы в этой партии, по большому счету здесь Харри провел спокойно все нужные ходы и реализовал перевес без каких-либо трудностей. Ну а вторая партия, Вадим ввел ее неплохо, старался, но, опять-таки, оказалось слишком мало, слишком академично. И в итоге даже Вадим в позиции равный приблизительно все-таки уже от усталости зевнул и признал свое поражение в матче. Приходим к самому интересному событию этого дня. Победа Володара Мурзина сегодня, безусловно, является главной новостью Кубка Мира. Володар выиграл Виарелла Ирдакеску, одного из лидеров молдавских шахмат, ну и одного из лидеров европейских шахмат, безусловно. И показал при этом очень достойную, интересную и яркую игру. Володар играл очень амбициозно, старался, было видно, как он заряжен на партии. На партии Виарелл также старался отвечать, но не хватало какого-то напора. Не хватало ему именно напора энергии, пожалуй, которые обычно есть как раз-таки у молодых шахматистов. И получая периодически неплохие позиции, Виареллу просто не удавалось найти правильное продолжение. В итоге Володар перехватывал преимущество и давил, давил, давил. Но где-то получалось, где-то не получалось. Предыдущий обзор вы, может, помните, как Мурзин должен был побеждать в основное время. Тем не менее, ему это удалось сделать в последней партии перебоев. Для этого ему понадобилось целых шесть партий для того, чтобы одолеть такого славного гроссмистера. Итак, мы посмотрим коротко об этом матче. Это первая партия тайбрейка. 25 минут плюс 10 секунд на ход. И вот в первой партии Виарелл, в общем-то, здесь по дебюту получил приятный плюс. Очень здорово стратегически подходил ко всем таким позициям. Молдавская школа классическая. И немножко неприятно стало за Володара. Немножко даже страшно, потому что конь на Б5 здесь очень хорош. В отличие от коня на Б4. И нависают фигуры на королевском планке. Хороший перст на Ж4 и контроль над позицией. Однако крепкие ходы все-таки от молодого бойца последовали. И он пытался как-то сгладить эту активность. Ему удалось это сделать. И вот в нужный момент он, в общем-то, хорошо отзащищался. Мы видим ход конь Б6. Образовалось поле на С4. И впоследствии, после некоторых маневров, он сделал ход Ф5. Что привело в дальнейшем к равной борьбе. Ну и после некоторых продолжений не стал здесь ничего придумывать Ердакес. И понял, что надо здесь уже повторять ходы. И в следующей партии уже Мурзин играл белыми. И у него он начал пешкой Е. Это уже третья партия тайбрейка. Где Владар должен был выступать уже 15 плюс 10. И здесь он вышел в испанку. Ердакеску ответил крепкой системой Д6-Г6. Ну и, в общем-то, после некоторых маневров возникла достаточно такая стандартная структура. Для разных типов таких вот итальянских. Рейти и прочего-прочего. В итоге белые поддавливали, на мой взгляд, и имели определенные шансы на улучшение своего турнирного положения. И вот мы видим, как по-заправски, по старым канонам Мурзин здесь цеплял ферзевый фланг. Где-то наверняка что-то было. Однако и отлично отвечал Виарел. В нужный момент появились поля у обоих противников. Но после длительных перестановок, в итоге, в общем-то, все тоже пришло к тому, что партия завершилась истреблением всех фигур. И на этом, по сути дела, перешла на решающую шестую партию Рапида. Где и решалось, будет ли дополнительное время завершено при равном счете. Или все-таки последует развязка. Так получилось, что разыграли опять-таки Каракан. И мы видим, что Каракан на высоком уровне держится. И мы видим, что опять-таки, в отличие от предыдущей партии, цепять уже не было сыграно. То есть, стратегическая ошибка была не допущена. И пытался Виарел здесь опять своими маневрами, своими конями как-то подцепить Мурзина. Однако, здорово действовал Мурзин на контр-шансах. И вот в какой-то момент сложнейшая стратегическая борьба шла. И черные здесь не отставали. Однако, по ощущениям, конечно, Ярдокеску стоял очень перспективно. В итоге, централизация фигур возникла. И белые готовы были проводить С4. Но в какой-то момент решили опять-таки отложить все это дело. И понятно, что здесь можно каждому ходу большие комментарии оставлять. Потому что каждый ход действительно в таких ситуациях большие варианты можно рассматривать. Очень много идей за обе стороны. И в итоге, подойдем сейчас к критическому моменту. Отдал все-таки Ярдокеску важного слона на Д6. Попытался поле Е5 схватить. Освободив таким образом дорогу на центральное поле коню Е3. Но в это время, как говорится, наш молодой слушал да ел. Спокойно, как говорится, отъедал что-то на фланге. Ну что, тем не менее, Ярдокеску здесь играл очень интересно. И вот после ферзь Б8 классный ход, который готовит ход ладья Б2. Мы видим, что положение слона на Е4, оно обеспечивает определенную коробку. Которой надо было быть очень аккуратным. Что один неточный ход, и можно попасть под мат. И защищал он второй ряд ходом ладья Е2. Однако, в этот момент ладья проникла на первый ряд. Обратите внимание, какая мобильная ладья. В итоге находится ход ферзь А2. И после взятия ферзь Б3. Был момент у белых для того, чтобы нанести очень интересный удар слон бьет Е6. Идея была в том, что на ладья бьет Е6 белый играет ладья Б2. Обратите внимание, у ферзя нет нормальных полей. В случае ферзь С3 последовал бы ход ладья Б8. Со вскрытием ферзь терялся. Однако, здесь, конечно, позиция неясная. Может быть, черные могут жертвовать этого ферзя. И с этим нужно было считаться. Но Виарел сыграл по-другому. И тем самым, по сути дела, черные здесь уже преимущество имели огромное. Стоило предпочесть ход конь С4. Однако, после хода конь Б5 ладья А4 последовал ход Д4. Вот так вот активно работал молодой талант. И опять висит конь. Но здесь здорово отреагировал и Виарел. Там на секундах буквально находится фантастический ресурс слонов 1. Это, конечно, надо было видеть. Ребята, когда на таких секундах поднимаются подобные ресурсы, это, конечно, игра высшего пилотажа. К этому надо стремиться и учиться этому. Гадали. Вот такое хладнокровие. То есть, белый слон готов попасть на С4. А в случае взятия коня ладья съедает на Е4. И позиция совершенно неясна. Ладья Ц8, опять-таки, парирует в Мурзин на секундах. Все это проходило на секундах. Какая высокая катка. И ладья Ц4, опять-таки, кладет правильный ход. После взятия, взятия ФЦ3. Здесь белым стоило сразу забирать на Ц3. После коня Ц3 съедать на Е6. И как показывает железное чудовище, позиция равная. То есть, несмотря на то, что у черных две проходные. Тем не менее, есть все шансы на то, чтобы спасти партию. Но последовало по-другому. Находится интереснейшая идея, связанная с ходом ФЦ4. Опять-таки, Ферзей не хотел менять Ирдокеску. Но предложил взять на Е3. В этом случае брал бы на Б5. И черный король попадал бы, наверное, под вечный шаг. Поэтому ФБ2, король Н3. И после ФБ4 возникла, опять-таки, ситуация, где стоило взять на Б4 и пытаться спастись. Однако, последний ход ФД1, что мгновенно парировалось с ходом Конь Ц3. И после хода ФД2, черные, опять-таки, не могут брать нигде коня, потому что получают мат на Д8. Очень классный ход от Мурзина, ход ФБ1. Ферз попадает на поле Х1. И здесь уже Ирдокеску не сдюжил. Как говорится, съел на Д4. И получил невероятно красивый мат на Х5. Таким вот образом Мурзин попадает в следующий круг. С чем мы его, безусловно, поздравляем. Ну, а Виареллу, ну что, мне кажется, просто не повезло с жеребьевкой, скажем так. Но, тем не менее, это шутка. И пожелаем ему успехов в дальнейших соревнованиях. Молодым, как говорится, везде у нас дорога, старикам только лишь почет. Ну, а у девушек сегодня были тоже страшные нервные ситуации, в которых им нужно было показывать свои лучшие качества. И среди матчей, которые состоялись, было крайне интересно посмотреть на матч Альмиры Скрипченко и Вафа Шахенде. Был совершенно невероятный триллер с перестрелкой. И до конца было неясно, кто же все-таки выиграет этот матч. Ну, вот Вафа Шахенде, несмотря на то, что имела рейтинг практически на 300 пунктов ниже, чем Альмира, тем не менее, хорошую борьбу ей навязала. И в быстрых шахматах сегодня удалось ей нанести удар. Мы видим, что очень активно играла Альмира. Альмира очень опытная шахматистка, комментатор и стример уже, опять-таки. И вот здесь, в такой вот ситуации, казалось бы, у черных открыта линия А и есть серьезнейшее давление на короля. Несмотря на это, белые здорово здесь отзащищались и сами пришли, предложили поставить черный мат, можно сказать, совершенно спокойным, хладнокровным движением. Слон Ф4, конь Ф7, слон Е3. Вот после некоторых событий белые защищались и в какой-то момент пошли, опять-таки, атаковать. Черный король оказался тоже не в самом лучшем положении. И после длительных-длительных телодвижений, обратите внимание, какой ход сделала Шахенда. Ход ладья H2. Очень красивое отвлечение ладьи по второму ряду. И в то же время ладью это она пыталась выгнать с этой активной позиции. Брать, конечно, на H2 нельзя из-за ферста C8 шах по следующим матам. Поэтому пришлось ладью убирать на поле на G3 и белые продолжили такое движение. Съели еще одну пешку, съели еще. И в итоге вернулись на исходное, при этом организовав проходную пешку Е3. И после взятия еще пешки на B3, ну что ж, блестящую партию провела Шахенда. Нанесла еще один удар на H7. Мы видим, как все пешки черных исчезли с доски. И впоследствии еще и на G7 села. Вот такая была история. И после ладья F2 Е7 пришлось завершить партию таким вот образом. Однако, затем Альмира черными уже отыгралась. И опять-таки пришлось немало пережить в этой партии. Стояла совершенно крепкая шахматистка, представляющая Египет. И в целом у нее было все хорошо. И пошла она вперед. Не испугалась более титулованную Альмиру. И в какой-то момент было все неплохо. Однако, вот какие-то минимальные трудности возникли. И конь на F5 оказался стратегически гораздо сильнее, чем слон на F2. И несмотря на сильную пешку D, у черных здесь тоже сильная контр-игра. Ну, впоследствии все так и было. Однако, мы видим, что король на G1 не слишком уж хорошо себя начал чувствовать. С учетом положения коня, который близко к королю. Это всегда опасная связка. Что, в общем-то, и привело к такому, в общем-то, результату. Сейчас мы посмотрим, что происходило. В этом случае уже, видите, Альмира начала эти пешки отъедать. И в какой-то момент улучшила положение короля. И, конечно, это уже уровень был продемонстрирован высокий. Ну, и в решающий момент Альмира уже играла белыми. И удалось ей белыми в Афу все-таки переиграть. Длинная игра здесь была с обоюдными полями. Как мы видим, стратегическими. Поле D5 у белых крайне опасно, в отличие от поля D4. И эта структура обеспечивает перевес одной из сторон. Впоследствии, после захвата ряда полей, белые, в общем-то, здесь держали полный контроль над позицией. И в итоге съели пешку, укрепили, получили защищенную проходную. И еще вопрос задали неудачному положению черного короля. В итоге пешка пришла, и компенсации не оказалось. Итак, завтра у нас второй день, второй круг соревнований. И, безусловно, будет крайне интересно посмотреть за противостояниями разных государств. Все включаются, все наши любимые шахматисты. Это и Карлсон, и Костенюк, и Лагно, и Музычук, и многие-многие другие. И шахматистки, и шахматисты. Поэтому завтра будет уже жарко. Новые лица, новые партии, новые ошибки. Все это мы увидим сполна. Ну, а у девушек я бы отметил крайне интересное противостояние Казахстана, где будут биться не на жизнь, а на смерть прекрасные совершенно пары. Абдумалик Аусубаева. У Украины завтра встреча Марии Музычук и Нагапоненко. Ну, а у России Гарифулина Гиря. Вот такая вот история. Ну, что ж, друзья, всем спасибо. Всем пока.